Разрешите мне представить наше исследование, посвященное изучению МРТ в урографии, в урологической патологии. Я скажу, что мы являемся пионерами в данном направлении в Казахстане. Как вы знаете, МРТ-диагностика в Казахстане, ну и, я думаю, в смежных государствах начала развиваться буквально последние десятилетия. В программе там небольшая была ошибка в отношении мочекаменной болезни. Сразу хочу сказать, что МРТ-диагностики мочекаменной болезни имеет определенные сложности, трудности. В этом плане лучше всего применять компьютерную томографию. МРТ может диагностировать только конкременты больших размеров. Ну, исторически здесь представлены методы лучевой диагностики, которые применялись раньше и относительно недавно начали применяться. Эти все методы, некоторые из них имеют уже историческое значение. Однако все они связаны, сопряжены с радиационным излучением. И вот методы, которые также относятся к лучевым методам, но они не связаны с лучевым излучением. Это УЗИ, которое является скрининговым методом везде. Ну и вот последние МРТ, МРТ-ангиография, МРТ-урография. Преимуществами данного метода являются, конечно, отсутствие инзинированного излучения. И это очень важно, особенно в детской клинике. Почему я акцентирую внимание на этом? В последние годы за рубежом появились целый ряд рандомизированных многоцентровых исследований, которые свидетельствуют о том, что применение КТ у детей раннего возраста потом доказано, что дети чаще имели слонность к возникновению опухолевого поражения в различной локализации. И вот и преимущество. Это, конечно, неинвазивность. Это очень высокая диагностическая эффективность по сравнению с КТ здесь даже превосходит, поскольку тканевая характеристика, получаемая во время МРТ-исследования, выше, чем при КТ. Может быть, я в своей презентации покажу возможности МРТ при разной патологии. Ну и вот последний пункт, то, что МРТ может применяться с контрастированием, когда у пациента имеется непереносимость к ЮДУ. Ну и известное ограничение МРТ – это достаточно продолжительность исследования. Однако надо подчеркнуть, что в последние годы все производители техники стремятся к получению, к сокращению времени исследования, чтобы быть более конкурентоспособными. И вот, допустим, компания General Electric уже производит аппараты, которые во время одной последовательности позволяют проходить сразу несколько последовательств, что значительно сокращает время исследования. Ну и известные противопоказания – это наличие водителя Ритман и народные металлические тела, и как бы относительно высокой стоимости, которая отличается данное исследование. У нас в нашей клинике аппарат полтора-тесловым магнитом «Аванта» компании «Сименс». Инжектор достаточно необходим для данных исследований, чтобы получить МР-ангиографию, МР-урографию. Вот эти программы коротко вы можете увидеть, которые мы используем для того, чтобы получить в наше изображение. Это стандартные Т1, Т2, это многоразначные проекции, основные – это аксиальные, корональные, тагитальные, ну и другие вот такие нюансы. Там есть программа с поддалением жира. И вот хочу обратить внимание на эту программу. МРСП – это бесконтрастная урография, в которой мы можем без контраста оценить состояние чашечек, лоханок, в случае, если они имеют расширение. Ну и контрастные методы, конечно, очень важны. При МРТ-исследовании мы используем практически все контрастные препараты, годолинии, содержащие годовиз, магниевиз, амнискан. У больных с гидронефрозами, с нарушенной мочеводительной функцией, используем форсированный диорез для того, чтобы сократить время исследования. И очень важно получить, когда необходимость есть, МР-ангиографические картинки и МР-урография, которые используются на программе Т1-Вайб на первой-десятой минуте идет исследование, и повторные проводим исследования на десятой-пятнадцатой минуте. Ну вот здесь вот перечисленные патологии, которые были нами обследованы, это было в первые годы наших исследований. Как видите, наибольший процент составляет это гидронефроз, УРТР гидронефроз. И я хочу просто в сравнительном аспекте показать возможности МР-исследования, МР-урографии, в сравнительном аспекте, какие мы получаем возможности при этом. Ну вот данная ситуация, при ангиографическом исследовании мы видим отсутствие почечной артерии, отсутствие нефрографической, урографической фазы. Это свидетельство того, что имеется аплазия почки. При гипоплазии также очень эффективная методика МР, аналогичная КТ, мы видим гипоплазированную правую почку, аксиальная, фронтальная проекция. И при помощи... Так... При помощи МР-урографии мы определяем уменьшение размеров и снижение функции правой почки. Ну, здесь вот показана поясничная дистопия, правой почки, бесконтрастное, контрастное исследование. Подзволжная дистопия. Это другое исследование, правая почка. Тазовая дистопия. И причем здесь имеется гипоплазия левой почки, тазовая дистопия правой почки. И на контрастном... При контрастировании мы получаем экстрактурную фазу, на которой мы видим, что гипоплазиров Kopka имеет снижение экстрактурной, выдвигательной функции, а тазовая дистоптированная почка имеет гидронефроз. В отношении неполного удвоения, конечно, мы должны прибегать к контрастированию, потому что не всегда мы можем оценить состояние удвоения чашечек, лоханок, вот как показано на данном слайде. И вот пример неполного удвоения, только при помощи контраста мы видим заполнение чашечек и лоханок системы и один мочеточник слева при удвоении лоханки, а вот при полном удвоении мы определяем удвоенные почечные сосуды, вот основные, дополнительные к нижним полюсам, и на экстракторной фазе видим полное удвоение мочеточников с обеих сторон. Ну вот очень часто при удвоении почки у детей наблюдается гидронефротическое поражение уретарогидронефроза в верхней половине наиболее часто. И вот при помощи бесконтрастного исследования, мы видим резко расширенное мочеточник справа, лоханка расширенная, а вот при контрастном исследовании мы видим, что нижняя половина нормально функционирует, а верхняя половина гидротрансформированная она отсутствует, функция ее отсутствует, хотя справа все нормально. Аналогичная ситуация, только наоборот, слева по поражению мы видим расширение лоханки верхней половины, это отчетливо мы определяем на бесконтрастной эморографии, а при контрастке при экстракторной эморографии мы видим, нижняя половина достаточно нормальная, хорошо функционирует, так же, как и правая почка, ну а вот верхняя половина только начинает заполняться контрастом, выраженное замедление этой половины. При аномальных подковообразных почках, S-образных почках также достаточно хорошо используем данную методику, мы видим гидронефроз правой половины подковообразной почки, это экстракторная фаза левой половины, и вот на 10-15 минуте мы отчетливо видим отсутствие функции справа, хорошая функция левой половины подковообразной почки. Ну, в отношении кист метод достаточно убедителен, ничем не уступает КТ, даже превосходит по тому, чтобы выявить содержание, допустим, геморрогического содержимого содержимого в полосе кисты или же наличие белкового повышенного содержения в кисте. В данной ситуации КМРТ более информативно, поскольку имеет специальные программы для определения крови. Поэтому с успехом используется при различных кистозных поражениях, как справа, слева, при поликистозе, и даже при контроле после функционных вмешательствах по поводу поликистоза лучше использовать МРТ, поскольку она не несет лучевой дополнительной нагрузки на пациента. Вот очень часто в детской практике встречаются мультикистозные почки, и, как вы видите, на данном слайде вот она справа, вот по данному слайду кажется, что это мочеточник верхний третий, однако полипозиционные исследования показывают, что это желчный пузырь, находящийся несколько ниже обычного, и мультикистозная правая почка не контрастируется абсолютно, она подлежит нефректомии. Похожая ситуация только с левой почкой, мультикистозная почка, отсутствие функции в экстракторную фазу, правая почка нормальная. Вот одно из редких наблюдений хинококковой кисты правой почки, забрюшенного пространства справа, мы видим оттеснение латеральная, интактная правая почка, но это женщина беременна, вот вы видите, это плод, это головной мозг плода, то есть мы с успехом применяем методику у беременных женщин. И очень много у нас пациентов с гидронефрозами прошло за это время, и роль МРТ здесь, конечно, не только оценить состояние расширения чашечек лоханки и мочеточников, но и оценить функцию пораженной почки, поскольку это очень важно в выборе оперативной татики, это или органосохраняющее вмешательство, или органоуносящая операция, а вот как мы здесь видим бесконтрастная МРУ-рефия, выраженный УРТ-гидронефроз слева, эксекторная фаза, справа своевременная, слева замедленная, и только вот видите, да, появляется лоханка на срочных фазах, гидронефроз сохраненной почечной функцией мы также видим, источнение паренхимии, но однако контраст эвакуируется, вот контрастируется мочеточник, и это очень важно в выборе своевременной реконструктивной операции, поскольку мы считаем, что МРТ-урография, она более чувствительна, нежели традиционная рентгеновская эксекторная урография, и она позволяет дать более грамотное и правильное заключение состояния функции паренхимии пораженной почки. Вот еще одно наблюдение с гидронефрозом левой почки, это фронтальная аксиальная проекция, и вот на бесконтрастной урографии мы видим выраженный гидронефроз, а при исследовании с контрастом мы видим, функция сохранена, мочеточник и лоханка контрастируются, паренхимия источенная, но тем не менее пациенту необходима реконструктивная классическая операция. И вот одно из наблюдений, где мы видим опять же гидронефроз, в эксекторную фазу мы не видим никакого накопления в чашечках паренхиматозной фазы, поскольку здесь полностью отсутствует функция, и данный пациент нуждается в нефректомии. Вот еще одно из наблюдений с гидронефрозом, выраженная гидронефроз слева, это на бесконтрастной урографии, и на контрастной урографии мы видим следы контраста в чашечках, ну вот это паренхимия контрастируется, вот эта ситуация, потому что она расценивается как и наличие функции слева, но значительно сниженное, и пациенту показано реконструктивное оперативное вмешательство. Ну и несколько пациентов у нас было с опухолями, как и говорил уже, тканевая характеристика при МРТ выше, чем при КТ, вот здесь мы видим больших размеров опухоль правой почки, вот этот симптом хобота, также аналогично, как при КТ мы видим, сохранная панихима здоровая, а вот на бесконтрастной урографии мы видим расширенная лоханка, и она, мочеточник, верхний третий, сдавлен вот этим образованием. Опухоль вимса достаточно часто встречается в детской практике, одна из наиболее частых опухолей, составляет до 90%, и данные пациенты также мы сейчас применяем с успехом исследования, МРТ, урографию. И вот одно из тоже наблюдений, это неорганопухоль заброшенного пространства, у ребенка двух месяцев, вы видите больших размеров образования слева, и только при помощи контрастирования мы смогли убедиться, что да, эта опухоль не связана с почкой, вот почка мы видим артискена, она не связана с этим образованием, а на экстракторной МРУ-урографии мы отчетливо видим вот интактная левая почка, вот мочеточник, который огибает вот это большое образование заброшенного пространства. В отношении острых воспалительных заболеваний также эффективность достаточно высока, поскольку на МРТ мы видим отек почечной паренхемы, которая на Т1 выглядит гиперинтенсивным сигналом, а на Т2 гиперинтенсивным сигналом, что свидетельствует о поражении воспалительного очага в трансплантированной почке. И в последние годы мы присленно занимаемся фетальной диагностикой, феталхирургия сейчас, это одно из приоритетных направлений вообще в медицине, и выявление аномалии плода на разных этапах его развития очень важно в дальнейшем для фетальной хирургии. Вот я вам покажу сейчас. Вот это опухоль почки у плода больших размеров, видите, вот здоровая почка, вот это, посмотрите, это позвоночник, а вот сама опухоль почки. Опять же, у беременных с успехом применяется лучший МРТ, поскольку отсутствует лучевая нагрузка. Ну и в заключение, бесконтрастная мэрография может применяться при беременности, при контрольных исследовании мочеводящего тракта у детей без лучевой нагрузки, без применения контрастирующих веществ. Контрастная мэрография, адекватная альтернатива рентгеновской урографии, ангиографии, КТ-урографии может являться методом выбора у детей. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.